Пойду по водам погулять, пойду ящик по странам. На таком мероприятии точно никто не уснет и не будет зевать от скуки. Не успеешь оглянуться, и ты уже в хороводе. А в следующее мгновение тебе поднесут на пробу экзотическое блюдо. Желающих окунуться в атмосферу искусства оказалось немало. Каждый мог выбрать действие себе по душе. Например, зал, где проходили кулинарные мастер-классы, найти можно было по запаху. Все шипит, шкварчит, перемешивается. В умелых руках опытных поваров создаются настоящие шедевры – блюда и напитки. Посмотрели, записали, можно пробовать. Красавицы в костюмах разных национальностей. Это и есть основной мотив вечера. Все мы разные, особенные, со своей культурой и укладом. Но страна у нас одна. Костюмы для наглядности и колорита – рассказ для расширения кругозора. В тот период бассейн реки Меджи уже назывался Кумыкистан. Кумыки – потомки хаза на Северном Кавказе. А это иммерсивное шоу под мелодией «Земфиры» Высоцкого и Антонова оживают картины Айвазовского, Рериха и Шагала. В такой атмосфере все способствует раскрытию таланта. А тут как раз и мольберты рядом – берем кисти и творим. Если не писать картины, так рукодельничать или танцевать. Можно и просто созерцать. Над созданием «Ночи искусства» трудилась вся команда Дворца культуры. Проект получился грандиозным. Риски были, придут ли посетители, ведь вход строго по QR-кодам. Но опасения не подтвердились. Котловский зритель как ходил на культурные мероприятия, так и ходит. Может, потому что все трудности приходящие, а искусство вечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...